Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что происходит с ипотекой с начала этого года? Кому достанется недвижимость в случае развода? И куда нужно подавать заявление о прекращении ипотеки? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела регистрации ипотеки управления Росреестр по Самарской области Аделаида Волчинского. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Аделаида Викторовна. Здравствуйте. Ну, кажется, что сегодня каждый знает, что такое ипотека, и все-таки, что это за процедура, и почему нужно ее регистрировать. Так как вы как раз этим и занимаетесь. Я знаю, что ипотека – это залог недвижимого имущества. Его следует отличать от обычного залога. Залог – это более широкое понятие, а ипотека – это более узкое, и оно говорит только о недвижимости. Поэтому у нас законом об ипотеке предусмотрена сейчас государственная регистрация этого действия. То есть с кредитом это связано в любом случае? Конечно. Дело в том, что кредит – это обязательство, а ипотека обеспечивает это обязательство на случай того, что если не будут возвращены средства кредитные, то банк имеет возможность это имущество забрать и в последующем реализовать, чтобы вернуть свои деньги. Да, вот это такая больная тема. Тем более, что в нынешнее время, когда поменялись экономические условия, вот хотелось бы у вас узнать, как это отношение к ипотеке поменялось? В прошлом году больше брали людей ипотечных кредитов? Дело в том, что в процессе работы, по сравнению с 2013 годом, у нас увеличение ипотеки в городе Самаре на 12%. То есть в 2013 году было одно количество, потом оно увеличилось на 12%. То есть сказать, что потерян интерес, нельзя. Основная масса, конечно, регистрационных действий по регистрации ипотеки, она пришлась на ноябрь-декабрь прошлого года. А с начала года изменились все равно условия? Может быть, условия по каким-то кредитным обязательствам поменялись. Но само количество документов, которые к нам поступают, оно в любом случае осталось примерно на 20% увеличилось по сравнению с январем прошлого года. Но это такие примерные абсолютно цифры. Вообще увеличение в соотношении с другими регистрационными действиями есть. То есть все равно в январе мы наблюдали нетипичный рост поданных заявлений. А с чем это связано? Ну, как я предполагаю, это связано с каким-то отложенным спросом. То есть в декабре месяце в том числе одобрялись кредитные обязательства. Они одобрялись по той ставке финансирования, которые были ранее. То есть, соответственно, ипотека обеспечивала те обязательства, которые были именно на тот момент. А уже подавались на регистрацию сейчас, вот в январе месяце. Поэтому, чтобы мы максимально приложили усилия в управлении, чтобы провести все регистрационные действия в срок, несмотря на то, что у нас прошло серьезное обновление программного обеспечения. А вообще, если сравнивать Самарскую область с другими, как у нас дело обстоит с ипотекой? Ну, я хочу сказать, что у нас она идет на достаточно хорошем уровне. Дело в том, что сама ипотека, она очень важна, вот действительно, для приобретения жилья гражданам. Для обеспечения производства денежными средствами. В том числе для выплат зарплат. То есть, вот эти кредитные обязательства, которые берутся как юридическими лицами, так и физическими лицами, все-таки они направляются на определенные нужды. Поэтому всегда, я считаю, что ипотека эта достаточно серьезная, имеет социальное значение в том числе, и она необходима. И у нас, в Самарской области, все, что связано с регистрацией ипотеки, весь пакет документов, он у нас очень хорошо отработан. Отработаны буквально все, что можно сделать. Да, ну вот больная тема для нашей области – это обманутые дольщики. Вот хотелось бы у вас узнать, сейчас люди больше доверяют тем моментам, чтобы покупать жилье еще на момент его строительства? Когда вот еще котлован еще только вырыли, и уже люди берут ипотеку и покупают. С этим вот как-то вот мы справились? Дело в том, что очень много вопросов, конечно, возникает в сфере долевого участия в строительстве, и ипотеку берут, и берут под залог прав требований. Что такое залог прав требований? То есть, фактически, квартиры еще нет, имущества еще нет. Есть право требования на данное недвижимое имущество, которое будет построено в будущем. Для строительства, конечно, для приобретения в последующем этой квартиры, конечно же, ипотека берется, и мы достаточно много регистрируем ипотеки в силу закона по этим договорам долевого участия в строительстве. Сейчас предусмотрено страхование организациями, страхование застройщиков, чтобы они провели, закончили свое строительство. Поэтому сейчас это предусмотрено требованиями федерального закона о долевом участии в строительстве. Соответственно, сейчас гарантий намного больше. Хотелось бы еще узнать, если говорить о процедуре регистрации ипотеки, насколько она длительна, какие нужны документы, и нет ли у вас очередей в Росреестре, и вообще куда идти с этим, чтобы регистрировать? То, что касается приема документов, конечно, этот вопрос уже не один раз возникал. У нас работают многофункциональные центры, которые регулярно открывают новые окна приема, в том числе и по приему документов на регистрацию ипотеки. В принципе, сдать документы у нас в Самаре не проблема, в Самарской области тоже. На территории Росреестры нет окон приема. То есть мы принимаем только по предварительной записи федерального значения. Поэтому сдать документы на территории многофункционального центра, кадастровой палаты, пожалуйста, это все возможно. Что касается самой процедуры, согласно федеральному закону о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, срок установлен для регистрации ипотеки жилых помещений 5 рабочих дней. На территории Самарской области по всем объектам недвижимого имущества, в том числе и по земельным участкам и по нежилым помещениям, предусмотрен срок регистрации 5 рабочих дней. То есть в течение 5 рабочих дней регистрация осуществляется, и документы направляются для выдачи многофункциональной центры. А много нужно документов, чтобы оформить? Дело в том, что в большинстве с вами все исходя из того, какая ипотека. На что ипотека? Потому что есть свои особенности. Особенности в регистрации прав на жилые помещения, особенности в регистрации ипотеки на земельные участки, на нежилые или на права требования по договорам долевого участия в строительстве. То есть комплектность возникает от вида. Если касается жилых помещений, то тут тоже нюанс с закладной или без закладной. То есть, если, допустим, такая классическая ситуация, если рассмотреть, когда приобретается жилое помещение, квартира с использованием кредитных средств. В этом случае необходим договор купли-продажи, в котором прописываются все условия и за счет средств, какого банка будет осуществляться ипотека. В том числе кредитный договор или кредитное соглашение или договор займа. В том числе, если есть закладная, то закладная. В закладной обязательно идет ссылка на отчет об оценке, на заключение оценщика, соответственно, соответствующее заключение оценщика этого имущества. И если в закладной четко не прописаны графики платежей, то, соответственно, прикладывается и график платежей. Да. Вот с июля есть такая информация, вступили в силу поправки, по которым ипотеку необходимо регистрировать по новым правилам, как обременение объектов недвижимости. В результате усложняется процедура оформления ее стоимости. О чем идет речь? И вообще, что мы платим, когда оформляем ипотеку регистрированную? Значит, ситуация в следующем. Если идет государственная регистрация ипотеки в силу закона, то она осуществляется бесплатно. У нас это является... И даже пошлину мы не платим. За ипотеку в силу закона нет. При переходе права на основании договора купли-продажи с использованием кредитных средств, оплата осуществляется только за регистрацию права собственности того, кто приобретает. Ипотека в силу закона, за это госпошлина не взымается. То, что касается ипотеки, возникающей в силу договора, когда непосредственно закладывается это недвижимое имущество в банк для того, чтобы получить необходимые средства на развитие бизнеса или на приобретение другого какой-то недвижимости и так далее, вот в этом случае идет регистрация, взымается госпошлина за государственную регистрацию ипотеки на каждый конкретный объект, и госпошлина взымается в соответствии с налоговым кодексом. Там она предусмотрена от... Сейчас, честно говоря, боюсь ошибиться в точных размерах, потому что если госпошлина в договоре ипотеки участвует физическое лицо и юридическое лицо, то государственная пошлина взымается по физическому лицу. То есть в какой-то степени даже идет упрощение. Это тысяча рублей в сумме за каждый объект. Поэтому, если сравнивать с тем, что было до этого, то госпошлина в свое время взымалась только за регистрацию самого договора. Поэтому, знаете, сказать конкретно, насколько это сильно повлекло увеличение госпошлины, нельзя. Понятно. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Станислав приобрел квартиру, в том числе за счет средств из банка, в свидетельстве о регистрации написано, что зарегистрирована ипотека. Что это означает? Человек внимательно читает договор. Хотелось бы на другие тонкости обратить внимание. На что нужно обращать внимание? Это означает, что у нас в едином государственном реестре прав зарегистрирована ипотека в силу закона на основании договора купли-продажи за счет приобретения кредитных средств. То есть, фактически, ваше право ограничено вот этой ипотекой. Потому что вы же приобретали за счет кредитных средств. Поэтому это является обеспечением обязательства, которые вы взяли. Если вы взяли на себя обязательства вовремя в срок выплачивать государственную... Вернее, выплачивать в срок кредитные средства, соответственно, банк должен иметь какие-то гарантии. И вот эта ипотека является этой гарантией. Мы с супругой погасили кредит за квартиру. Квартира приобреталась в общую долевую собственность. Банк выдал супругу закладную с отметкой, что обязательства исполнены в полном объеме. Могу ли я один без жены обратиться с заявлением о прекращении ипотеки? Вот эта система прекращения ипотеки, ее обязательно нужно выполнять? Или вот погасил кредит и забыл об этом? И больше никуда не ходить, не спрашивать? И забыть про все это? Лучше, конечно, о своих обязательствах не забывать. Потому что вы можете забыть, а мы не забудем. У нас в Едином Государственном Вестере прав это все зафиксировано. Поэтому в случае, если отчуждение недвижимого имущества вами этой квартиры, а на ней, если будет висеть ипотека, то мы, соответственно, вам об этом напомним приостановлением. Поэтому в этом случае вам необходимо всем вместе обратиться с заявлением о прекращении ипотеки с предоставлением закладной. К нам обращаются стороны договора об ипотеке. Если у вас долевая собственность, то обращаются все стороны этого договора. Все стороны это супруги, получается. Если долевая собственность у супругов, что это, ну, скажем так, нонсенс. Скорее всего, там еще кто-то участвует, может быть, ребенок. Если ребенок несовершеннолетний до 14 лет, то в этом случае ему не надо, но свидетельство о рождении родители должны взять с собой. И от его имени должно быть тоже подано заявление о прекращении ипотеки с приложением этой закладной. Если заемщик ипотечного кредита умер, так случилось у нас. Что нам делать с наследником? Дело в том, что наследники в том числе наследуют и те обязательства, которые были у заемщика. Соответственно, по свидетельству о праве на наследство... А разве они ни в какой договор не входили и как бы не... У них уже есть свидетельство о праве на наследство, в котором четко прописано это ограничение. У нас нотариусы не выдадут свидетельство о праве на наследство без указания соответствующего ограничения. Понятно. Ну вот здесь получается такая семейная зацикленность, так скажем, что вот все друг за друга отвечают, и вот если супруги берут вдвоем ипотеку, то друг без друга уже даже не могут закрыть, да, вот ее прекратить и так далее. Вот какие еще возникают такие истории семейные, так скажем, на которые следует обратить внимание, чтобы потом не было проблем, и знать это заранее. У вас бывают приемы, допустим, приходят люди, говорят, вот мы даже не думали, что могло так получиться, допустим, и вам приходится вот этот клубок просто учиться. Ну, конечно, мы все живые люди, мы с вами живем в обществе, где мы должны, конечно, понимать друг друга в первую очередь. И, естественно, в семейных отношениях много возникает вопросов. Допустим, в случае раздела имущества, которое обременено ипотекой в том числе, здесь уже нужно смотреть, какие соглашения между сторонами существуют. Что это может быть? Если раздел имущества осуществляется по решению суда, когда супруги между собой не могут найти общий язык, то, конечно же, в решении суда должно быть предусмотрено, кто выплачивает ипотеку, кто остается залогодателем этого имущества, или кто будет выполнять последующие обязательства, или, может быть, можно какие-то расчеты. Вы говорите о разводе, допустим? Да, допустим, о разводе. То же самое, чтобы избежать этих моментов, можно заранее предусмотреть это брачным договором. Вот эту ситуацию, вот вдруг мы разводимся, вот это вот лучше сделать. Конечно, в брачном договоре прописываются все обязательства, кто будет выплачивать. Вдруг супруг скажет, я не хочу выплачивать, если нет. А в брачном договоре это уже будет прописано, то есть это уже будут его обязательства. И по закону с него можно будет требовать. Конечно, конечно, конечно. То есть все зависит от того, как стороны между собой договорятся. Следующий вопрос, Елена. Можно ли продать квартиру, за которую сегодня плачу по ипотеке? То есть, наверное, не справляется? Возможно. Такие случаи существуют. Возможно продажа квартиры. Но в этом случае, конечно же, нужно прописывать и в договоре купли-продажи этой квартиры предупреждать покупателя о том, что есть ипотека, и я остаток средств погашу за счет тех средств, которые вы мне выплатите. А может покупатель, если вот не в состоянии, допустим, можно предположить, что Елена не может выплачивать уже кредит, может ли покупатель взять на себя такие обязательства и продолжить выплату за вот приобретенную эту квартиру в ипотеку? Или нет? Дело в том, что это возможно. Это, скорее всего, будут в связи с продажей квартиры дополнительные соглашения, какие-либо к кредитному обязательству. Но это больше здесь договоренность с банком. Банки, я не уверена, что пойдут на такие условия. А вообще из вашей практики становится больше случаев, когда вот эта недвижимость, которая была в залоге, отходит банку. Вот есть такие они? Потому что кажется, что это очень редко может случиться. Потому что люди просчитывают, продумывают, берут. Значит, банк проверяет ипотечные организации возможности клиентов. А вот есть такие все-таки случаи? Ну, действительно, случаи бывают разные. У нас, тем более, достаточно такая серьезная ситуация и с сокращениями на рабочих местах и так далее. Поэтому случаи такие есть. То есть, когда... Ну, как же человек совсем без жилья останется, получается? Вот, понимаете, здесь нужно исходить из того, насколько человек просчитал свои возможности, когда брал ипотеку. То есть, когда брал кредит. Потому что кредит все-таки это обязательство, это ответственность. И насколько каждый из нас готов нести эту ответственность? Вот в чем вопрос. Ну, вот вы сами сказали, сокращение на работе. Ну, невозможно просчитать. Тем более, вот резко поменялась ситуация. Невозможно просчитать. То в этом случае необходимо идти договариваться с банками на какие-то, может быть, взаимовыгодные условия. То есть, на какие-то отсрочки и так далее. Но ни в коем случае нельзя сидеть, не платить и просто ждать, когда же тебя оттуда выселят. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно идти договариваться, в крайнем случае, продавать эту недвижимость, гасить свой кредит и приобретать что-нибудь попроще. Но надо что-то делать. Ну, да, как вариант. Следующий вопрос. Есть двухкомнатная квартира у нас в ипотеке, но ее уже не хватает. Хотим расшириться, купить трехкомнатную. Можно ли продать двухкомнатную, взять дополнительный кредит и получается купить трехкомнатную квартиру? Ну, уже... Это вполне реально. Главное, грамотно составить все необходимые документы, соглашения. Может быть, действительно, кредит. Кредитные условия будут с банком какие-то оговоренные. И, в принципе, ничего нереального нет. Все возможно. Ну, вот когда ипотека уже выплачена, есть такая процедура, как прекращение ипотеки. Нужно вот что делать? Нужно куда-то идти, что-то писать. Конечно. Или просто, опять же, закончить платить. Да, вот конкретно, что, какие действия предусмотрены. Здесь дело в том, что федеральным законом об ипотеке, залоге недвижимости, предусмотрен четкий порядок погашения ипотеки. Это делается в нескольких случаях. Либо это совместное заявление залогодателя и залогодержателя о прекращении ипотеки. Даже две стороны. Две стороны. Это в случае, если не было закладной. Когда нет закладной, обязательно к нам обращаются две стороны. В принципе, эта схема уже отработана, и у нас таких заявлений очень много. Также это возможно, как вот в нашем первом случае, заявление только залогодателя с представлением закладной, содержащей отметку о том, что обязательство исполнено. Третий вариант – это заявление залогодержателя, это кредитная организация, просто с представлением закладной. То есть мы понимаем, что представитель кредитной организации принес нам все необходимые документы, и мы тоже прекращаем ипотеку. Также прекращение ипотеки возможно на основании решения суда. Ситуации бывают разные. Бывают, по крайней мере, в моей практике были случаи, когда банк фактически продал эти обязательства другому банку. Обязательства были выполнены стороной, но другой банк не согласился прекращать ипотеку. И в этом случае, конечно, здесь прекращение будет на основании решения суда. Следующий вопрос, Елена. Мы взяли с мужем ипотеку, она оформлена на него. Теперь он хочет оформить на себя всю нашу квартиру. Мы не разводимся. Может ли он переоформить все на себя без моего согласия? Здесь уже какие-то подозрения, наверное, возникают. Если имущество даже с использованием кредитных средств приобретено в период брака, оно является совместно нажитым имуществом. Соответственно, без согласия супруги распоряжение имущества невозможно. Еще один вопрос. Нужно ли после погашения кредита получить новое свидетельство о госрегистрации без обременения? А что такое обременение госрегистрации с обременением и без? Когда первоначально выдается свидетельство о государственной регистрации права, то там существующее ограничение обременения указывается это ограничение ипотека в силу договора или в силу закона. Когда ипотека погашается, у многих возникает желание изменить свидетельство, чтобы вот эта вот запись о существующем ограничении обременения права, она не фигурировала. Пожалуйста, после снятия залога подавайте заявление на повторную выдачу свидетельства, и вам будет выдано свидетельство о том, что ограничения не существует. Какая из сторон договора об ипотеке должна обратиться за регистрацией договора? Может ли один из супругов подать заявление о прекращении ипотеки, если мы оба залогодатели? Вот я уже говорила об этом в начале, что прекращение ипотеки возможно залогодателями. Совместное заявление залогодержателя и залогодателя. То есть залогодатели были двое сторонами договора, соответственно, обращаются к нам вместе. Понятно. Какие еще ситуации, на которые вам бы хотелось обратить внимание, такие непростые, конфликтные, сложные возникают при ипотечном кредитовании, или, может быть, даже при регистрации? Вот на что нужно обращать внимание? Про договор мы говорили тоже. У нас же существуют вот эти вот особенности по регистрации жилых помещений, земельных участков. И я бы хотела обратить внимание, что при подаче заявлений на государственную регистрацию ипотеки, допустим, на земельный участок, обязательно, если в договоре ипотеки звучит только земельный участок как предмет, то в силу 64 статьи, допустим, закона, залог распространяется на все здания и сооружения на этом земельном участке. То есть если дом, баня, гараж, допустим, или производственные какие-то здания на этом участке зарегистрированы, то при подаче заявления необходимо подавать заявление на регистрацию ипотеки в силу закона на все здания на этом участке. То есть что касается жилых помещений, то здесь тоже есть свои нюансы. Мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что большинство к нам обращающихся граждан, ну, я бы не сказала бы, что не хотят читать договор, а как бы пробегают глазами документы. Но я бы хотела обратить внимание, что договора купли-продажи тоже составляются такими же людьми, как и мы. Поэтому ошибок там тоже бывает достаточно много. И эти ошибки являются основаниями для приостановления государственной регистрации. А приостановление это что? Это мы приостанавливаем на месяц. А у многих действительно есть следующие сделки, то есть следующие цепочки какие-то, где приобретается жилое помещение. Поэтому все в ваших руках, чтобы ошибок не было. На самом деле внимательно читайте и проверяйте документы, которые касаются в том числе даты рождения, места рождения, адреса проживания, условий кредитного договора. То есть это все необходимо внимательно проверить. Когда вы все это проверите, все подписи, печати, все цифры будут на месте, у вас не будет ошибок, регистрация пройдет вполне успешно. В последнее время появляется такая тревожная информация, что могут вырасти проценты под уже взятые кредиты. Вот ипотечные. В прошлом году прям вот несколько раз видела крупными буквами заголовки, что вот такое возможно. В каком случае? Это же не для всех. Или вот как это возможно, если мы брали в том году под одни проценты, а в этом они вдруг могут вырасти? Вы знаете, такая ситуация существует. Нужно смотреть кредитный договор. То есть на каких условиях вы его подписывали. То есть что предусмотрено в этом части кредитным договором. Увеличение процентов одной стороной, то есть банком в связи с изменением ставки, рефинансирования. Или все-таки по соглашению сторон. То есть нужно обратить, внимательно прочитать свой кредитный договор и обратить на этот пункт внимание. Если там написано, что банк имеет право увеличить процент в связи с изменением ставки, то ждите какого-то сообщения, уведомления о том, что ваша ставка повышена. И обратитесь тогда в банк за графиком платежей на оставшийся период. Да. Мы с вами встречаемся первый раз в новом году. И есть такая практика, что в новом году что-то меняется в законодательстве и так далее. Вот у вас что-то изменилось? На что бы вы опять же хотели обратить внимание? Ну, то, что касается ипотеки, оно изменилось в прошлом году. В прошлом, да? Да, все были уточнения. Уточнения серьезные были по залогу и в гражданский кодекс. Уточнения серьезные были и в закон об ипотеке. Но я так подозреваю, что это еще не предел. То есть мы живем в такое время, когда у нас очень много постоянных изменений, у нас все совершенствуется. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Да, а вот эта вот дата, 1 марта 2015 года, когда должна прекратиться бесплатная приватизация, по-моему. Это вот как-то повлияет, нет? Или это к вам вообще не имеет никакого отношения? Ну, конечно, на ипотеку это может в каком смысле повлиять? Что если все-таки она прекратится, в чем я лично очень сомневаюсь, потому что у нас все-таки бесплатная приватизация – это социальный проект, серьезный социальный проект. Поэтому, скорее всего, она также будет продлена. Потому что у нас есть много имущества, которое перешло в муниципальную собственность, и оно еще пока не зарегистрировано. Естественно, когда имущество находится в собственности у граждан, им легче им распорядиться. Когда имущество не приватизировано, тут распоряжается только собственник, публичный собственник этого имущества. Да, и еще вот про земельные участки хотелось бы тоже какую-то дополнительную информацию, потому что с жильем мы более-менее все как-то определились с этими вот берешь в ипотеку, выплачиваешь и так далее. Что происходит, когда берешь землю под ипотечный кредит, там какая-то есть вот своя специфика? Ну, есть специфика, допустим, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Действительно, они либо приобретаются с использованием кредитных средств для строительства жилья, либо передаются в залог для того, чтобы получить кредит на строительство жилого дома на этом участке. И последствия тут одно. То есть, когда берется ипотека, то есть берется на себя обязательство на строительство дома, строится дом, и в последующем на этот дом регистрируется ипотека в силу закона. То есть, пока не будет выплачен полностью кредит, пока не будут полностью исполнены обязательства, на этот жилой дом, уже построенный, при регистрации права будет зарегистрирована ипотека в силу закона. — Но вообще в количественном отношении какая тенденция? Больше все равно происходит регистрации? — Ну да, с каждым годом это растет. Документов и заявлений на государственную регистрацию ипотеки, либо в силу закона, либо в силу договора, с каждым годом растет. У нас наблюдается постоянный рост. Вот по сравнению, я уже говорила, 13-14 год, он достаточно такой. — А вообще о чем это говорит? — Это говорит о том, что у нас постепенно становится более стабильная ситуация в стране, и люди могут выплачивать это. — Ну остается пожелать нам стабильности в дальнейшем, что сейчас очень важно. Спасибо вам большое за то, что пришли в эфир, ответили на вопросы. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»